Они атаковали ее бесчисленным количеством ракет, и корабль получил повреждения. Но пилот сказал, что она не сдастся, так как она ускорилась до портала и исчезла. Сцена переместилась в обычную школу, где мальчик подглядывал за девочкой сверху вниз. Он был загипнотизирован ею и подумал, что сейчас самое время признаться Харуне. Один из его друзей похлопал его по спине, и он испугался, спросив Юки, что тот делает. Сакураема сказал, что его реакция была еще более пугающей. Услышав все это, одноклассники и Харуна увидели все, поскольку Сакураема обвинил Эмси в том, что он пялился на Харуну, но Юки отрицал это, утверждая, что он просто был наблюдаю. Учитывая время, он решил признаться Харуне в своих чувствах. Сцена сменилась, и Юки вспомнил свою первую встречу с Хару, сокращенно от весна Эсна из цветка Нана, во время его второго года обучения в средней школе. Несмотря на то, что он питал к ней чувства, он постоянно сталкивался с неприятностями, такими как столкновение со шлюхой слоном. Он верил, что этот день положит конец всем этим препятствиям и, наконец, позволит ему признаться в своем давнем В школьном саду произошел инцидент, когда кто-то уничтожил его, что привело к сплетням среди учеников. Юки, обнаружив лопату, подобрала ее после того, как убежала девочка. Вскоре распространились слухи, ложно обвиняющие Юки в ужасном поступке. Юки, держа в руках лопату, боялся, что и учитель, и весь класс подозревают его, не подозревая, что обвинения беспочвены. Спускаясь по лестнице, одна из подруг Харуны спросила о Юки, и она выразила желание поверить в него. Юки подумал о ней как о той, кто выделяется на общем фоне, осознав, что он безошибочно влюбился в нее еще тогда. Учитель назвал их, и Юки задумалась о значении этих слов и о том, как они спасли ее. Когда Харуна подошла к ней сзади, Юки подумала, что в тот день он ей во всем признается. Когда он уже собирался признаться, ему стало неловко, когда Харуна прошла сквозь него. Он был шокирован и вернулся, чтобы позвать ее. Кто-то крикнул, чтобы он был осторожнее, когда космический корабль врезался в школьную площадку прямо перед Юки. Он закричал, что это действительно невозможно. По прибытии домой сестра Юки сообщила ему, что их отец упомянул, что снова вернется поздно. Юки рухнул на кровать, и Сараяма воспользовался возможностью, чтобы сказать ему, что он все-таки облажался, вызвав гнев Юки. Сараяма заметил, что так было всегда, подчеркнув, что Юки обычно вела себя жестко, но когда дело доходило до романтики, испытывала трудности. Даже простая демонстрация фотографий девушек в купальниках могла заставить его упасть в обморок. Несмотря на смущение, Юки заявил, что прошло много времени, и он полон решимости сделать первый шаг. Сараяма предложил представить Харуну в купальнике, и когда Юки представил это, его мозг был перегружен. Сараяма рассмеялся, заявив, что Юки совсем не изменился, и ему нужно выработать иммунитет к женщинам, прежде чем делать какие-либо признания. Пока Юки принимал ванну, он размышлял о том, что в настоящее время у него нет девушки, но он по-прежнему свободно говорит обо всем, что ему нравится. Несмотря на то, что у него была веская причина, он признал, что никогда не сближался с подругами женского пола и не вступал с ними в разговоры. По сути, его основным источником радости в жизни были игры, пока он не встретил Харуну. Когда он представил ее в купальнике, он сильно смутился и задумался о необходимости выработать иммунитет к взаимодействию с женщинами. Во время этого размышления произошло неожиданное событие. В его ванну упал луч света и спускающий мощное свечение. Юки оказался втянутым в извращенный инцидент с девушкой с розовыми волосами. Увидев обнаженную девушку, Юки упал в обморок, и сцена изменилась, когда вошла сестра Юки, чтобы оказать помощь. Юки прополз внутрь и срочно сообщил ей, что в летучей мыши находится обнаженная женщина. В ответ она спросила, где эта женщина. Ничего не видя, Юки настояла на том, что она только попросила его сестру поверить в него. Сестра Юки, чувствуя смущение, указала, что он примерно в этом возрасте и должен, по крайней мере, понимать разницу между иллюзиями и реальностью. Несмотря на все объяснения, сестру Юки это не убедило. Когда Юки закончил мыться и направился в свою комнату, он был поражен, обнаружив девочку, небрежно сидящую рядом с ним. На его кровати, упомянув, что она одолжила у него полотенце. Совершенно сбитый с толку, Юки закрыл глаза, не веря своим глазам. Затем девочка беззаботно рассказала о своем происхождении с планеты Девилук, что заставило Юки поинтересоваться, не инопланетянка ли она. Подтвердив его догадку, она признала точку зрения землян и призвала его поверить ей, предложив изучить ее историю в поисках доказательств. Показав свою историю, Юки был настолько ошеломлен, что некоторое время хранил молчание. Она пояснила, что наличие истории не означает, что она преображается в полнолуние, что побудило смущенную Юки попросить ее скрыть это. Заинтригованный ее внезапным появлением в его ванной, Юки усомнился в ее мотивах. Она объяснила, как использовала созданное ею искривление надежды, пояснив, что хотя она не могла точно контролировать место приземления. Это позволяло живому существу перемещаться на небольшое расстояние. В данном случае она использовала это на своем космическом корабле, случайно оказавшись в его ванне. Когда Юки спросила, почему она выбрала именно это место, она рассказала, что ее преследовали. Ее преследователи повредили ее корабль, и она воспользовалась варпом, чтобы сбежать на землю, чудом избежав поимки. Удивленная ее присутствием, Юки изо всех сил старалась сохранить самообладание и предложила ей одеться. Представляя своего необычного компаньона Пика, девочка выразила облегчение по поводу того, что он благополучно сбежал. Пик, заинтересовавшись Юки, усомнился в его личности, и девочка поняла, что она не спрашивала его имени. Затем Юки представился как Рита Юки, и девочка объяснила, что Пик был универсальным костюмированным роботом, которого она создала. К большому восторгу Юки, Пик одел девочку в уникальный костюм. Когда Пик усомнилась в намерениях девочки, она намекнула, что у нее есть идея. Внезапно появились два человека, которые критиковали девочку как доставляющую беспокойство и предлагали ограничить ее свободу. В то время как Пик отругала ее за то, что она не позаботилась о том, чтобы за ней никто не следил. Узнав в них преследователей, Юки выразила беспокойство по поводу их силы. Пытаясь удержать девочку, Юки вмешалась, бросив футбольный мяч в лицо одному из мужчин, и убежала с девочкой по крышам. Юки, неуверенный в сложившейся ситуации, решил, что не может сидеть сложа руки, пока девочку вот-вот похитит. По дороге Харуна увидела, как Юки проходит сквозь потолок. Один из преследователей бросил грузовик, чтобы преградить им путь, и Юки оказался в ловушке. Несмотря на все трудности, он решил не допустить похищения. Вспыхнул ослепительный свет, и в небе появился огромный космический корабль и человек по имени Застин. Застин приказал Юки отойти в сторону, но Юки, хотя и был напуган, стоял на своем. Застин заявил, что девочка Лала убегала из дома, и это открытие удивило Юки. Лала настаивала на том, что с нее хватит брачных интервью, которые устраивал ее отец. Когда противостояние обострилось, Лала вызвала огромного робота, в результате чего один из преследователей назвал его одним из ее изобретений. Необычное вакуумное устройство в виде осьминога засосало их всех, включая Юки. В этом хаосе Юки понял, что засасывает все, включая деревья, и закричал, что это плохо. На следующий день Юки ходил по школе, размышляя о неприятных событиях и жалея, что помог Лале. Пока Юки думал о спасении, Лала подошла к нему и поблагодарила, признавшись, что забыла, как пользоваться изобретением. Юки, желая избежать вмешательства, пожалела, что он ей помог. Харуна поздоровался с Юки, и как раз в тот момент, когда он подумал, что может признаться в своих чувствах, появилась Лала, выражая те же чувства. Она внезапно обняла Юки, объявив об их помолвке и планах пожениться. Юки, застигнутая врасплох, недоумевала, почему произошло такое внезапное развитие событий. Сцена меняется, когда Юки спит в постели. Двигаясь боком, он просыпается и обнаруживает, что Лала спит рядом с ним голой. Он падает, морщась от боли. Увидев Лалу обнаженной, он задается вопросом, почему она забирается к нему в постель, особенно будучи голой. Лала как бы невзначай говорит, что хотела бы переспать с ним. А Пик добавляет, что постоянно носить костюм Лалы – это хлопотно. Сестра Юки врывается в комнату и спрашивает, долго ли он спал. Вздрогнув, она замечает Юки и Лалу вместе, последняя все еще одета и поспешно уходит, извиняясь. Юки умоляет ее не истолковывать ситуацию превратно. Как только Лала, уже одетая, объясняет, что они помолвлены, Юки, сбитая с толку, спрашивает, было ли это исключительно ее решением. Вала объясняет, что на Земле помолвленные пары обычно сожительствуют, интерпретируя это как норму. Юки утверждает, что хотя это может быть правдой для других, в их случае это неприменимо. Лала с оттенком грусти спрашивает, не нравится ли ему быть с ней. Юки заверяет ее, что дело не в этом, и Лала с радостью соглашается, заявляя, что это не проблема. Прерывая беседу, Пик указывает на несоответствие в заявлениях Юки. Сбитый с толку, Юки спрашивает, кто принял решение об их помолвке. Входит за стен, извиняясь за предыдущий инцидент и выражая удивление по поводу того, что будущий жених Лалы чуть не избил ее. Юки просит его снять обувь, что побуждает за стену объяснить официальную процедуру помолвки с Дивилуком, подчеркивая, что он официально помолвлен с Лалой. Лала вспоминает церемонию помолвки, на которой Юки прикасается к ее груди и признается в любви. Что за стен подтверждает, объявляя это официальной церемонии помолвки, проведенной в 2043 году, два дня назад. Потеряв дар речи, Юки отрицает, что ей что-либо известно об этом. За стен предупреждает его, что если он сочтет это недоразумением и прикоснется к груди принцессы. Это будет расценено как объявление войны Дивилуку, ссылаясь на воинственные сухожилия короля. Юки в ужасе и растерянности. Лала утешает его, уверяя, что все в порядке. А за стен уточняет, что жениться на Лале означает стать наследником королевской семьи Дивилук и контролировать все планеты, которыми они правят. Потрясенный, Юки выражает свою неспособность справиться с ситуацией. Несмотря на надежду на дружеские отношения, вмешивается Пик, напоминая Юки о его предстоящем опоздании в школу. Сцена переносится внутрь школы, где Юки задается вопросом, что происходит. Сараяма спрашивает, почему он выглядит таким подавленным, и Юки упоминает, что ему нужно со многим разобраться. Сараяма предполагает, что Харуна может ненавидеть его, но Юки настаивает, что это на другом уровне. Он понимает, что ему нужно по крайней мере прояснить это недоразумение. Когда Харуна приближается, она полностью игнорирует что, похоже, она его просто ненавидит. В классе Юки, чувствуя себя подавленной, размышляет над обостряющейся ситуацией. Он размышляет о том факте, что все, что он сделал, это признался Харуне, но теперь, из-за вмешательства Лалы, Харуна избегает его. Несмотря ни на что, он понимает, что должен поговорить с ней. С этого все и начинается. Сцена разворачивается так, что Юки, пытающийся приблизиться к Харуне, оказывается в компрометирующей ситуации с Лалой. Проследив за Харуной до раздевалки, он сталкивается с яростью других учеников, шокированных присутствием девушки в странном костюме. Лала усугубляет ситуацию, объявляя Юки своей невестой и добавляя, что прошлой ночью они спали вместе. Ученики становятся еще злее, а Сараяма сомневается в намерениях Юки. Несмотря на попытки Юки объясниться, ученики набрасываются на него, обвиняя в том, что он не имеет на это права. Вмешивается Лалой и забирает Юки. Пока Харуна переодевается, она размышляет над словами Юки, задаваясь вопросом о личности таинственной девушки. Тем временем Юки, пытаясь сбежать от разъяренных студентов, заходит в тупик. Он умоляет Лалу воспользоваться одним из ее безумных предметов, предлагая кольцо, в которое можно заворачивать предметы. Лала активирует кольцо, и они исчезают, оставляя одежду Юки. При неожиданном повороте событий они выпадают из шкафа Лалы, обнаженными, шокируя Юки. Как раз в тот момент, когда он пытается осмыслить ситуацию, появляется Харуна и, став свидетелем неожиданной сцены, дает Юки пощечину. Сцена переносится в дом Юки, где Застин вместе с сестрой Юки, Микан, наслаждаются чаем. Застин упоминает о своем продолжительном пребывании здесь, и Юки размышляет о своем затруднительном положении, чувствуя себя загнанным в угол. Он признает, что не может оставить все как есть, особенно в том, что касается Харуны. Юки вызывает Застин и обсуждает возможность расторжения помолвки, несмотря на настойчивость Юки. Застин сомневается в серьезности решения Юки. Юки предлагает рассматривать это как гипотетическую ситуацию, и Застин неохотно соглашается. Юки понимает, что процесс расторжения помолвки зеркально отражает помолвку, и размышляет о потенциальных последствиях, в частности о своей неспособности встретиться лицом к лицу с Харуной, если он в конечном итоге женится. В следующей сцене Юки вздыхает на своем диване, в то время как Лала Амикан играет в видеоигры. Он размышляет о сходстве между процедурами расторжения брака и помолвки. Размышляя о необходимости прикоснуться к груди Лалы для расторжения брака, он задается вопросом, сможет ли он пройти через это. Учитывая интересы Харуны и надвигающийся лимит времени на завтрашний вечер в 8 часов 43 минуты, Юки тайком подходит к Лале сзади, думая, что это его шанс. Однако Застин прерывает момент, и Юки падает рыдая. На следующий день Юки, вздрогнув, оборачивается и видит обнаженную Лалу только для того, чтобы осознать ее пик. В отчаянии Юки выбрасывает пика, и когда Лала просыпается, он снова падает с кровати. До окончания срока остается один час, и Юки решает, что должен действовать. Он просит Лалу поговорить, и они садятся на берегу моря. Юки обсуждает помолвку, а Лала выражает радость, потому что на нее постоянно давили брачными интервью, она жила в королевской семье, и никто не потрудился понять ее чувства. Придирчивый защищает ее. Но Лала утверждает, что кроме придирчивого, Юки была единственной, кто слушал ее, верил ей и пытался защитить. Когда Юки благодарит ее, она спрашивает о теме, которую он хотел обсудить. Прежде чем Юки успевает затронуть тему расторжения и их помолвки, раздается сигнал тревоги, и он падает в обморок. На следующий день, когда Юки направляется в школу, Застин и охранники сообщают ему о праздновании помолвки Лалы и Юки. Юки отмахивается от них, как от надоедливых соседей. В школе он размышляет о хаосе, вызванном приездом Лалы, сетуя на отсутствие спокойствия. Юки, все еще обеспокоенный недоразумением с Харуной, обдумывает свои следующие шаги. Во время занятий в школе Юки замечает отсутствие Лалы и решает не торопиться, чтобы Харуна все поняла. Однако учитель представляет ученицу, переведенную из другого класса, и к шоку Юки, Лала входит в класс, где внутренняя душа Юки кричит о том, чтобы на некоторое время успокоиться. Сцена началась на крыше школы, где Юки сердито попросила Лалу объяснить это, на что она ответила, что она всегда хотела быть рядом с ним. Когда Юки разозлился и спросил, что она делает, Лала спросила, почему он покраснел. Юки отмахнулся от этого. Сосредоточив внимание на том факте, что Лалю удалось перевестись в школу, несмотря на то, что она была гостиницей, Лала объяснила, что директор разрешил ей посещать занятия, потому что он нашел ее милой. Юки признал, что пока он ничего не может с этим поделать, но он подчеркнул необходимость того, чтобы Лала не создавала никаких проблем или раскроет свою инопланетную личность, поскольку это может привести к неприятностям. Когда Пик 2 объяснял возможные последствия раскрытия личности Лалы, подчеркивая необходимость держать это в секрете. Юки подчеркнула важность того, чтобы Лала не выделялась в школе, и она согласилась. Сцена переместилась в кабинет рисования, где Лала нарисовала Юки и устроила переполох, так быстро бросив бейсбольный мяч и резко взмахнув хвостом, что вызвало хаос в раздевалке. На Юки напали, когда он пытался войти, и его коллеги свирепо уставились на него. Лала вела себя романтично по отношению к Юки, привлекая внимание других студентов на крыше. Юки столкнулся с Лалой, ставя под сомнение ее неспособность прислушаться к его совету о том, как слиться с толпой. Лала заверила его, что впредь будет действовать осмотрительно. Сцена сменилась на Харуну, созерцающую Юки, которая подошла к ней. Удивленная, Юки задалась вопросом, почему она выбрала именно этот день, чтобы привлечь его внимание. Харуна извинилась за то, что помешала ей, но Юки заверил ее, что он всегда будет рядом. Чувствуя необходимость прояснить недоразумения с Харуной до того, как отношения с Лалой станут еще более сложными, Юки попыталась обсудить это. Однако разговор принял неожиданный оборот, когда он спросил Харуну о Лале, и она похвалила привлекательность, жизнерадостность и красоту Лалы. Выразив понимание того, почему Юки влюбился в нее, она, как громом пораженная, Юки была застигнута врасплох. Когда вмешалась Лала и отвела Юки домой, Мекан заметила безжизненное поведение Юки. Потрясенный, Юки почувствовал, что не может справиться с собой, но Мекан предложила сменить обстановку, чтобы поднять ему настроение. Лала предложила совершить экскурсию по земле, и они решили отправиться на прогулку на следующий день. Сцена сменилась на то, как Лала наслаждается видами в своем необычном костюме, привлекая подозрительные взгляды толпы. Юки предложила переодеться, чтобы слиться с толпой, но Лала, сосредоточенная на осмотре достопримечательностей, перепробовала различные наряды. Юки расстроилась и спросила, серьезно ли она это говорит. В конце концов, Лала переоделась в красивое платье, и они продолжили прогулку. Они зашли в игровой магазин, где Мекан показал им машинку с когтями. Юки удачно купил мягкую игрушку для Лалы, и ему было приятно но Юки заметил, что люди странно реагируют на исчезновение одежды Лалы. Пик сказал, что его энергия на исходе, а костюмы, которые они использовали ранее, истощали его больше, чем он думал. Они зашли в магазин одежды, чтобы спрятаться, но ситуация стала еще более критической, так как одежда Лалы была готова испариться, едва они вошли в магазин одежды. Когда Мекан сказала Юке остановиться, Юке была благодарна, что Мекан была с ними. Он понятия не имел, что делать дальше, когда столкнулся с Харуной. Он задавался вопросом, видела ли она все, что только что произошло. Сзади подошла Лала и о чем-то спросила. Когда она увидела Харуну, Юке подумала, что все кончено и упала в обморок. Сцена переместилась в кафе, где Мекан объяснила, что они с братом показывали Лале город, так как она только что вернулась в Японию. Юке подумала, что благодаря присутствию Мекан им удалось придумать оправдание. Однако это не изменило того факта, что он был там. А вчера Харуна сказала, что они подходят друг другу. Он больше не мог даже смотреть на нее. Лала спросила, что это за штука, и Мекан сказал, что это аквариум. Лала проявила интерес, и Юке согласилась. Мекан пригласила Харуну, и они решили пойти вместе. В аквариуме Лала была в восторге, увидев различных водных животных, назвав их милыми. Юке извинилась перед Харуной, сказав, что ее заставили это сделать. Харуне, однако, нравились такие места, как это. Юке была рада, а Харуна извинилась за то, что встала у нее на пути. Юке успокоил ее, сказав, что просто сопровождал свою сестру и Лалу, думая, что чем больше народу, тем веселее. Когда Мекан отправилась на поиски Лалы, Юке почувствовал себя неловко, подумав, что теперь они остались вдвоем. Он запаниковал и попросил Харуну выйти в ту сторону, но Харуна удержала его. На короткое мгновение они остановились. Сцена изменилась, когда Лала бродила по аквариуму и наблюдала за рыбками. Она поняла, что они выглядят несчастными, достала устройство, секретный препарат солдат дьявола Бдел Юкс, и выплюнула его в аквариум, отчего рыбки выпрыгнули и запаниковали. Тем временем Харуна сказала Юке, что хочет ему кое-что сказать. Она упомянула, что они подходят друг к другу, потому что Юке была доброй. Она вспомнила, как он ухаживал за цветами в классе еще со средней школы, демонстрируя свою доброту. Юке поняла, что причина, по которой она верила в него, заключалась в том, что она наблюдала за ним. Исследователь был потрясен, увидев паникующих рыб, и предсказал их гибель, но Лала отмахнулась от этого, сказав, что у них есть вода. Она активировала устройство для слона, создав огромную волну воды. Она решила поплавать и, раздевшись, нырнула в воду. Когда приближался шок, Харуна сказала Юке, что она всегда так делает. Юке сказал, что он тоже всегда так делает. Но их разговор прервала волна воды. Юке решил, что пришло его время признаться, как он говорил всегда. Он увидел обнаженную Лалу на акуле, и на нее надвигалась огромная волна. Юке посоветовала Харуне убежать, и все здание залило водой. Когда они возвращались домой, Юке размышляла о том, что пережила на грани смерти. Лала сказала, что это было так весело, а Микан спросила, все ли в порядке. На следующий день по дороге в школу, Лала спросила Юке, счастлив ли он. Юке считал, что не все недоразумения нужно устранять. Вчера он почувствовал что-то хорошее в отношениях с Харуной, и если бы он мог больше ладить с ней, то смог бы это сделать. Когда они здоровались, Юке споткнулась о камень и упала на Харуну. Произошел странный момент, и Харуна дала Юке пощечину, заставив его задуматься, что черт возьми, только что произошло. Сцена началась у реки, где Юке спросила Харуну, что случилось. Она спросила о его отношениях с Лалой, и он сказал, что на самом деле у них не было никаких отношений. Харуна обняла его, сказав, что всегда хотела что-то сказать, но Юке проснулся и понял, что Лала лежит перед ним голая. Он закричал, когда Лала объяснила, что просто хочет быть рядом с ним. Во время завтрака Лала радостно ела, упомянув, что это был первый раз, когда она ела что-то настолько теплое. Юке спросила, не ела ли она раньше чего-нибудь теплого, и Застин объяснил, что у членов королевской семьи есть дегустаторы. Поэтому к тому времени, как еда попадает на стол, она обычно остывает. Они обсуждали трудности, с которыми сталкиваются члены королевской семьи. Когда они направлялись в школу, соседние ученики сплетничали о том, что Юке и Лала живут вместе. Юке хотела, чтобы этого не происходило. В классе ученики спрашивали, почему Лала родилась за границей и живет за счет Юке. Лала как бы невзначай упомянула, что они собираются пожениться, удивив всех. На крыше Юке почувствовал усталость и задумался, что же ему делать. Когда Застин подошел к нему, обсуждая возможность того, что Юке станет королем Девалука из-за своей помолвки слоу. Застин упомянул об обязанностях, включая захват территорий во время межпространственных войн, что привело Юке в ужас. Застин предложил начать боевую подготовку, но Юке запротестовала, чувствуя себя непригодной для вторжений. В классе Юке мечтал о бесконечных космических сражениях и боевой подготовке, понимая, что это для него невозможно. Сцена переместилась в дом Юки, где он выразил свое изнеможение. Лала нашла Ханакаву Сенсей интересным, но Юке никак не отреагировал. Микан предложила на ужин Сукияки, так как Лала любила горячую пищу. Юке разозлилась, когда к ним присоединился Застин. За обеденным столом Лала была взволнована, в то время как Юке с трудом справлялась со странным желеобразным блюдом, которое приготовила Лала. Он почти ничего не ел и упал в обморок, потому что ему приснился кошмар о мосту смерти. Когда он проснулся, Лала попросила его не есть это. Юке проснулся, все еще потрясенный видом желеобразного блюда и усомнился в кулинарных способностях Лалы. Лала призналась, что готовит это в первый раз. Юке подумал, что это единственный способ избежать подобной участи, когда он попросил Лалу не жениться на ком-то, кто плохо готовит. Макин и Застан рассердились и спросили, как он может говорить, что для нее будут готовить в королевском дворце. А Юке сказал, что хочет отведать вкусной еды, приготовленной девушкой, которую он любит. Если она не очень вкусная, если она плохо готовит, тогда возвращайся в Девилук. Все трое были шокированы, когда Лала вышла из дома и улетела, а они погнались за ней. Микан спросил Юке, что он пытается сделать. Сцена снова изменилась, когда Юке принимала ванну, размышляя о лицах Лалы, когда она убегала, думая, что это было к лучшему. На следующий день, когда он заснул и проснулся, он подумал, что это и есть покой, но обнаружил отсутствие Лалы. За завтраком Микан спросил, где Лала. Юке сказала, что ее все еще нет, на что Микан спросил, что он пытается сделать и что, если Лала не вернется. И не вернулся. Юке сказала, что все будет в порядке, если она вернется к себе домой. Микан ушел, сказав, что он идиот. Когда Сакуриема подошел сзади и спросил, не с Лалой ли он сегодня, Харуна тоже спросила о Лале. Юке извинилась, сказав, что она просто здесь. В школе Юке думал, что так будет лучше, но беспокоился, что он ведет себя слишком неуважительно. Если бы он так не сказал, он бы сражался в межзвездных битвах, как король дьявола Люк. Но это не могло быть их прощанием. Учитель упомянул об отсутствии Лалы, но она внезапно появилась, поманила Юке и объявила, что приготовления закончены. Харуна извинилась и отправилась на его поиски. Лала подарила аппарат, утверждая, что он будет издавать энергичные звуки. Юке осознала необходимость позитивного настроя. Лала рассказала о своих усилиях по сбору ингредиентов для него, заставив Юке смутиться из-за того, что она старалась для него. Она превратилась в фартук, еще больше смутив Юке. Активировав машину, она достала какой-то предмет. Сначала Юке размышляла о том, что Лала иногда бывает нормальной, несмотря на ее необычную натуру. Харуна вошла в класс, где Лала объявила, что готовит для Юки, потому что он хочет получить домашнюю еду от девушки, которую он любит. Юке пыталась утихомирить Лоу, но она настояла на том, чтобы сделать все возможное, когда он так говорит. Харуна поняла ситуацию, что подтолкнула Юке к тщетным попыткам прояснить ситуацию. Среди всей этой неразберихи Харуна искала правду, и Юке пожалела, что напугала ее. Пока Лала выражала радость по поводу признания Юке в любви, Харуна усомнилась в содержимом контейнера, что привело к неожиданному появлению осьминога. Юке запаниковала, опасаясь ошибки в изобретении Лалы, а Харуна упала в обморок, когда осьминог попытался схватить ее. Юке вмешалась, но была побеждена и оказалась заложницей вместе с Харуной и Лалой. Сцена изменилась, когда осьминог захватил заложников, и начался хаос с участием других странных монстров. В этом хаосе Юке и остальные оказались в окружении странных монстров из разных галактик. Осьминоги, омары и другие существа создали хаотичную сцену, вызвав панику. Харуна, все еще не оправившаяся от первоначального шока, наблюдала за разворачивающимся зрелищем. Юке, полной решимости защитить своих друзей, попытался противостоять монстрам, но их странные способности и нестандартный выбор Лалы сделали ситуацию еще более сложной. Застин, демонстрируя свою преданность принцессе Деве Лука, присоединился к битве, пытаясь отбиться от существ, угрожающих школе. Когда Харуна проснулась и увидела осьминогов, она снова испугалась. Застин собрался с силами и сказал, что он их отпугнет. Сзади какое-то существо, похожее на краба, вытащило его и отбросило прочь. Лала сказала, что это великие мазарини и гигантский блобстер. Контейнер размораживал их всех сам по себе, и три монстра сцепились друг с другом. Юке сказала, что их было больше, а Лала упомянула, что ей очень хочется есть, поэтому она принесла еще больше. Один из странных монстров вылез из контейнера и начались все эти выходки. Когда Застин попытался напасть на Амара, но его оттолкнули, из контейнера выплыла странная рыба и щупальца осьминога пробили крышу, и когда Застин попытался бороться с Амаром. Но был легко отброшен прочь, за Юке погналась большая рыба-монстр, думая, что это хуже, чем межзвездные войны. Сцена началась в школе, когда к ней подъехала дорогая машина и для нее расстелили красную ковровую дорожку. Две девочки поприветствовали девочку как Саки, а она в свою очередь поприветствовала их. Когда она шла по ковровой дорожке, ученики сплетничали, что она была самой богатой девочкой в школе и ее звали Тензю и Саки. Саки сказала, что, похоже, ее красота очаровала всех даже в такой ранний час. Лала и Юки промчались мимо них. Окружающие студенты сплетничали о том, что появилась новая студентка, которая была очень милой, и Саки спросила, кто это был. Одна из них сказала, что это была студентка-переводчица Лала, которая недавно стала предметом обсуждения среди первокурсников. Как сказала Саки, она казалась популярной, но она была номером один. В школьном переулке. Когда Саки проходил мимо и увидел, как Юки раздает ланч, Юки поблагодарил Лалу за вмешательство, объяснив, что он где-то уронил свой ланч. Он спросил, кто был тот человек, который преследовал его. Лала показала, что это был БВВ Док Джекон. Застин беспокоилась, что с ней может что-то случиться, поэтому она сделала портативную боевую собаку, которая обнаруживает подозрительных людей. Юки смутилась, сказав, что это ее укусили, так как с нее сорвали одежду. Окружающие люди были загипнотизированы этой сценой. Юки закричала, требуя что-нибудь сделать со своей одеждой, а Саки разозлилась, сказав, что она была очень хороша. На уроке физкультуры Саки пытается очаровать других, но учеников слишком привлекает Лала в ее костюме. Это сильно злит Саки. В библиотеке Лала стоит на лестнице, и у нее происходит извращенный инцидент с Юки. Это вызывает переполох в библиотеке, так как она привлекает внимание студентов. Саки сердито спрашивает, что с этой девушкой и не пытается ли она ее спровоцировать. Один из них говорит, что после расследования выяснилось, что она пользуется популярностью не только среди первокурсников, но и среди всех студентов мужского пола в школе. Саки говорит, что раз уж дело дошло до этого, ей придется с этим смириться. Две девочки подходят к классу Юки и объявляют о сообщении от студентки второго курса Саки. Они пускают стрелу и стреляют в Юки. Юки спрашивает, что это было и что это за сообщение со стрелой. Похоже, что его отправляют в лаву. Среди студентов ходят слухи, что студентка второго курса Саки хочет устроить разборку с переводчицей первого курса, используя конкурс Мисс Здравомыслия и Старшая школа. Может быть они устроят что-то вроде конкурса купальников. Во время противостояния все прошло гладко. Девочка подтвердила, что передала письмо с вызовом непосредственно Лале. Саки выразила готовность к быстрому выяснению отношений, уверенная в том, что она проявит себя как настоящая лучшая претендентка, она выставила на показ свой купальник, привлекая внимание всех мальчиков. Обстановка изменилась, когда Лала сообщила Застану о том, что на нее нацелились, и выпустила стрелу. Которую Застин неправильно истолковал как потенциальную попытку убийства в школе, Лоулер успокоил его, упомянув о присутствии Юки и Доги для защиты. Несмотря на то, что Застан поинтересовался насчет сообщения с угрозами, выяснилось, что Доги его уничтожил. Это разорванное сообщение стало первым ключом к установлению личности преступника. Сцена снова изменилась, когда расстроенный Саки стал расспрашивать девушку о задержке. Девочка предположила, что девушка возможно осознала свою неспособность победить и отказалась от акта дезертирства перед лицом врага. Саки согласилась, предположив, что страх перед собственной красотой побудил девушку отступить. Саки отклонила комментарии студента о желании увидеть Лалу в купальнике, выразив недовольство и обдумав лучшую стратегию, чтобы выманить их. Девушка предложила использовать слух о том, что у Лалы есть невеста в купальнике. В том же классе. Затем все внимание переключилось на Юки, которая искала Лалу, а Сакуриема расспрашивала о людях, которые искали ее в кампусе. Саки громко объявила свой ультиматум относительно первого места, бросив вызов девушке на сцене, установленной с помощью подъемного крана. Юки, поднятый в воздух краном, был объявлен заложником Саки. Эта неловкая ситуация разозлила студентов. Сакуриема расспрашивал Юки о его чувствах к Лале, в то время как Саки угрожал украсть его, если Лала не появится в течение пяти секунд. Прежде чем закончился обратный отчет, вмешался Застин, который врезался в Саки, убегая от Доги. Разъяренная Саки обвинила Лалу в том, что она выставила ее дурой, в результате чего Доги разорвал на части одежду Саки в директорской одежде. Саки поклялась отомстить и скрылась с места происшествия. Затем действие переместилось на обочину дороги, где Лала и Юки обсуждали внимание, привлеченное костюмом Застона во время Хааса. В любом случае, они должны придумать контрмеры, чтобы защитить Лалу. Юки сказала Лале, что им нужно вести себя потише в школе, иначе все узнают. Одна шпионка представилась о ей и сказала, что случайно услышала в разговоре, что Лала скрывает важный секрет. Саки попросила больше информации и предложила продолжать следить за ними. Саки считает, что им следует пойти и встретиться с Аей, так как именно она раскроет секрет Лалы. Она верит, что за то, что она так опозорила ее, она обязательно отомстит, и Лала испытает ад на вкус. Она смеется над этим, так как ее охрана говорит, что она просто мешает другим клиентам. Действие происходит в доме Юки во время ужина. После ужина в саду Саки и ее друзья тайно шпионят за ними, планируя раскрыть секреты Лалы. Когда они подходят ближе, они случайно зажигают свет, и несколько стрел пролетают мимо из-за ветра. Саки проезжает на красный свет, и в них летят пули. Микан и Лала хорошо проводят время в ванне, не подозревая о хаосе снаружи, и пытаются убежать. Друзья Саки оставляют ее разбираться с надоедливыми щупальцами, и она падает в яму. Саки внезапно появляется в комнате Юки, удивляясь, как все пошло не так. Ей все равно, она счастлива, что их секретная миссия удалась. А теперь пришло время раскрыть секрет Лалы. Когда Лала входит, Саки прячется, думая о недостатках Лалы или о том, действительно ли она мальчик. Когда Саки собирается сделать снимок, она случайно нажимает на кнопку, и вся комната исчезает как раз в тот момент, когда входит Юки. Микан думает, что комната улетела, и Саки напугана, не зная, шутка это или сон. Уолла предлагает пока прекратить это, и Саки спрашивает, как это сделать. Уолла объясняет, что это спасательный круг, и Саки задается вопросом, как это остановить. Неожиданным образом Застин прилетает на своем космическом корабле, чтобы спасти Лалу. Когда они поднимаются в воздух, Саки просит Лалу что-то сделать. Лала нажимает на кнопку, запуская ракеты по космическим кораблям. Застин избегает их, но когда он приземляется, Лала ускоряет спуск спасательной капсулы. Саки высасывает воздух, и несмотря на попытку Лалы спасти ее, Саки падает с неба. Саки видит, как Лала приближается к ней с крыльями, и Лала едва держит ее за руку. Саки теряет сознание, когда они приземляются. Когда Саки просыпается, она сначала думает, что видит сон, но когда она понимает, что она голая, собака Лалы рвет на ней одежду. Лала не уверена, куда упала Саки. Сцена начинается на космическом корабле, где солдаты сообщают Застину, что неопознанный объект направляется к Земле. Застин отвечает, что он уже появился, и этого следовало ожидать. Он предполагает, что все было бы просто, если бы он помог, и это еще одно испытание, с которым предстоит столкнуться Юки. Они решили понаблюдать за способностями Юки и пожелать ему удачи. Когда действие переносится в школу, корабль врезается в здание школы, а инопланетянин, который с него сошел, спешит в туалет после еды. Он пытается найти Лалу, обнюхивая школу и обнаруживая ее поблизости. Он видит в окно, что в классе находится несколько учеников. Лала спрашивает Юки, что такое вскрытие, на что Юки объясняет, что они собираются вскрыть желудок лягушки, чтобы узнать больше о лягушках. Лала выражает свой интерес к тому, чтобы узнать больше о Юке, а не о лягушках, предполагая, что она хочет препарировать Юки. Юки радостно спрашивает, о чем она говорит. Инопланетянин узнает Лалу и подтверждает, что это без сомнения она. Он парит в таком месте, как это. Юки пытается убежать, а Сакуриема встает между ними и шутит, что если с ней все в порядке, то он будет счастлив, если она его препарирует. Инопланетянин думает, что Юки – жених Лоул и чувствует ревность. Тем временем Харуну дразнит ее подруга и инопланетянин замечает, что жених Лоул похоже интересуется другой девушкой. К инопланетянину, который теперь одет в хорошо шитый костюм, подходит директор школы и делает комплимент костюму. Инопланетянин превращается в своего директора, сильно пугая директора, который падает в обморок. Инопланетянин вытаскивает его наружу. В классе инопланетянин подходит к ним и говорит Сакуриема, что он зовет Харуну. Инопланетянин говорит, что ей нужно кое-что сделать, просит их принести обед и пойти с ним в соответствии с приказом директора. И приказывает Сакуриеме передать Юке, что он и Харуна находятся в комнате с тренажерами в спортзале. В комнате с тренажерами инопланетянин берет Харуну в заложники и она оказывается в лапах инопланетянина. Лала бежит к Юке, чтобы провести вскрытие. Измученная Юке объявляет, что пора обедать, но Лала находит вскрытие более интересным занятием, чем еда. На прощание Юке поручает Сакуриэме быть образцом для Лалы до его возвращения. Сакуриэма сомневается в ее намерениях и передает сообщение директора о том, что Харуна находится в тренажерном зале. Подбегая к Харуна, Юке слышит ее голос на экране. Инопланетянин берет Харуна в заложники, и потрясенная Юке требует объяснений. Директор школы превращается в Джибири, раскрывая свой план жениться на Лале и стать преемником дьявола. Инопланетянин уверяет Юке, что это будет не он, когда приближается. Сцена меняется, когда Лала проводит время с Сакуриэмой и замечает, что Юке слишком долго сидит в туалете. Озадаченная, она активирует устройство слежения, размышляя о его задержке. Сакуриэма предполагает, что Юке, возможно, использует ложь от Саламудрии, но Лала с этим не согласна. Используя собаку-ищейку, она следует за ней в комнату только для того, чтобы найти не ту девушку. В другой сцене инопланетянин убеждает Юке отменить его помолвку с Лалой. Проявляя нетерпение, Юке решает принять решение сам. Инопланетянин, насмехаясь над нетерпением Юке, неловко срывает с Харуна одежду. Настаивая на том, что Юке должен расторгнуть помолвку, инопланетянин утверждает, что это ухудшит ситуацию. Юке, возмущенной ситуацией с заложниками, выражает презрение, в то время как инопланетянин утверждает, что Лала выйдет за него замуж по любви. Юке задает вопрос, являются ли Лала и Харуна всего лишь инструментами для инопланетянина, на что инопланетянин смеется и утверждает, что Юке неправильно понимает. Юке кричит на инопланетянина, называя его худшим из всех. Внезапно сзади появляется Лала и обнимает Юке. Она расспрашивает инопланетянина о его намерениях, и инопланетянин, увидев радость на ее сердитом лице, заявляет, что она принадлежит ему. Лала дразнит инопланетянина, говоря, что она много раз говорила ему, что ненавидит его. Инопланетянин принимает угрожающую позу, предупреждает и требует, чтобы Лала вышла за него замуж. Юке, разозлившись, угрожает надрать пришельцу задницу, если он не покинет Хара. Пришелец становится серьезным, и когда Юке пытается ударить его, пришелец останавливает его, показывая свою настоящую форму балаки. Лала объясняет, что они инопланетяне с отличными способностями к подражанию, но физически слабые. Юке понимает, что все это был блеф, и инопланетянин был по-настоящему напуган. Сзади появляется еще один Балукин, и Джибури пугается. Когда Лала спрашивает, является ли она ее женой, и почему он говорил о браке, она отвечает, что не только жена, но и дети, как многие другие. Один из его детей пришел к нему. Она говорит, что этот идиот-муж использовал свои способности к подражанию и отправился на другие планеты, где подражал самому красивому из миллиона, и заставлял женщин рожать от него детей. Она объясняет, что все приезжают, и все остальные дети прибывают, заставляя Джибури убегать. Как только она это говорит, появляется муж-идиот и все остальные дети, что шокирует Юке. Лала активирует устройство для чтения рэпа и говорит, что каждого инопланетянина засасывает внутрь уносит с земли. Когда Юке шокирован этим зрелищем, он смотрит на Харуны и, увидев ее в таком состоянии, смущается и говорит, что сейчас уйдет и, пожалуйста, забери ее с собой. Позаботься об остальном. Лала говорит, что это было странно, потому что он тоже был тем, кто спас ее. Сцена переносится на космический корабль, где Застин принимает ванну и восхищается красотой земли. Рэп-устройство окутывает всех инопланетян, включая детей, и уносит их прочь водяным смерчем. В лазарете Харуна просыпается и видит Лалу, спрашивая, почему она здесь. Лала объясняет, что Харуна упала в обморок от анемии в спортзале и Юке спасла ее. Когда Юке идет по классу, ему кажется, что он забыл что-то важное, чтобы спасти директора и Сакура ему, которая голая стоит на крыше. Сцена начинается с того, что Юке бежит, говоря, что в такие моменты Лала просто летит, и он опоздает, если она этого не сделает. Поторопись. Он видит девушку в униформе и говорит ей, что если она не поторопится, то опоздает. Девочка говорит, что с ней все будет в порядке. Сцена меняется на нормальную, в старшей школе учитель объявляет о переводе нового ученика, и мальчика представляют. Мальчик, который приходит и представляется, как Рен Элси Джоэлс. Рен старается быть гибким, и все девочки впечатлены. Он романтично цепляется за Лалу, говоря, что ждал ее и понял это, когда впервые увидел. Даже если она затеряется в толпе, ее красоту невозможно скрыть. Сакура Эмма спрашивает, что он имеет в виду под невестой, на что Рен спрашивает, не Юке ли он Рита. Юке сердится, и Рен принимает его за кого-то вроде Сараймы. Рен говорит, что он заберет у него Лалу, а окружающие девушки называют это появлением любовного соперника, похожим на дневную драму. Лала встает и спрашивает, кто такой Рен, ошеломляя его. Он говорит, что это будет нелегко. Но он не проиграет, потому что он мужчина. Сакура Эмма спрашивает Юке, откуда они с Лалой знают друг друга, за что Рен дарит им фотографию. Лала узнает себя в детстве, а Юке спрашивает о другом человеке, который носит одежду девочки. Лала говорит, что она его знает, это плакса Рен. Как говорит Рен, в те времена он действительно был жалким созданием, его заставляли носить женскую одежду и использовали для экспериментов. Он был с ней каждый день, подвергался экспериментам Лалы, несмотря на то, что каждый день плакал. Это были чудесные воспоминания. Юке спрашивает, были ли это незабываемые моменты. И Рен говорит, что эти волнующие дни продолжались до тех пор, пока однажды Лала не пообещала ей, что если он станет более мужественным, она выйдет за него замуж. Лала добавляет, что его обычно использовали для экспериментов, а Рен говорит, что он проявил себя и заставил Лалу понять. Учителя спрашивают, могут ли они начать урок. Сцена меняется, и Рен появляется перед Юке, уничтожая книгу голыми руками. Рен появляется на детской площадке, красуясь перед Юке, которая является отверженной. Рен и Лала весело проводят время, но им мешает Рен, который заявляет, что он мужчина. Лала говорит, что она не уверена в этом, и хотя он стал более мужественным, она об этом не думает. Юке беспокоится, думая, что появился друг детства Лалы, еще один надоедливый парень. Если они действительно встретятся, то вернутся в космос, и он вздыхает, вспоминая Хоруну. К нему подходит Рен и говорит, что ему нужно с ним поговорить. Сцена переносится на крышу, где Рен размышляет о том, что он должен делать. Рен говорит, что это не секрет его мужественности, скрытый внутри него, и говорит ему, что, как говорит Юке, не кажется ли ему, что он был неправ по отношению к звезде. Соревнуясь с ним, он вообще не думает, что это свидетельствует о мужественности, и он волен делать все, что хочет, и не беспокоятся люди, которые его окружают. Рен в замешательстве, понимая, что если это так, то что же он должен делать. Сцена меняется, как в школе, когда Рен спрашивает Хоруну, может ли она назвать имя кого-то, кого она считает мужественным. На что Хоруна отвечает, что она не уверена в этом, но она бы сказала, что это кто-то, кто хорошо относится ко всем. Так как другие девочки тоже высказали свои предложения, странные предложения. И когда Лала спускалась по лестнице, к ней подошел странный крапивник. Лала говорит, что она бы сказала, что вместо того, чтобы быть более мужественным, он стал более интересным, и это его шокирует. Пока Рен гуляет, он размышляет о том, что он должен делать, и когда он видит плакат о том, как быть мужчиной, он смотрит фильм. Он спрашивает о том, как быть мужчиной, и смотрит фильм после того, как его вдохновляет. Он начинает интенсивно заниматься физическими упражнениями, чтобы стать более мужественным, и репортер спрашивает его о его популярности в интернете и журналах. Юки спрашивает Лалу, может ли она просто сказать, что она мужественная, прежде чем это станет еще больше, но Лала говорит, что все в порядке. Когда Рен услышал, что Лала придет, он неправильно понял это, думая, что она его узнает. Он думает, что еще слишком рано, так как он еще не предпринял никаких серьезных усилий, чтобы стать мужественным. Он велит своим подчиненным передать Лале, что он не может встретиться с ней, и что она не узнает его из-за нерешительных усилий. Как только он по-настоящему овладел всеми мужскими навыками, именно тогда он решил пойти и встретиться с Лалой. Его подчиненные похвалили его за решительность. Чтобы стать лучшим человеком во вселенной, ему пришлось пройти долгий и бесконечный путь. В какой-то момент ему пришлось сразиться с лидером Западно-японского альянса, и этот бой был настолько грандиозным, что его нельзя было показывать на экране. Пока Лала и Микан развлекались в ванне, Рен проходил интенсивные тренировки в заснеженных горах в середине зимы. Он встретился лицом к лицу с нежным человеком и за три года увеличил свою силу воли и мужественный настрой. Тренируясь в своей комнате, он что-то увидел и упал, поняв, что просто так это не закончится. Он должен был подойти к ней до того, как она выйдет. Ночью Рен вышел на ринг и начал соревнования по боксу с боксером, легко победив его благодаря своим умениям судить. Теперь Рен, преодолев все свои трудности, попытался принять участие в забеге на 120 километров. Столкнувшись со многими авариями, он беспокоился, что не финиширует, но все заверили его, что цель уже близка. Долгий и мучительный путь теперь будет вознагражден. Рен представил Лалу как свою духовную поддержку, и когда она вошла, он достиг финишной черты. Все ждали ее слов, и Лала объявила, что Рен стал таким, каким стал, как раз в тот момент, когда домашняя муха села ему на нос, заставив его чихнуть. Оказалось, что Рен была девочкой с именем Рене Джуэлинг. В мемуарах Зион Мэмуарс Ионы обладали способностью менять свой пол. И когда это произошло, их пол и тело полностью изменились в соответствии с полом. Другими словами, у Рена была уникальная генетическая структура, которая привела к тому, что он стал девочкой, когда чихнул. Лала не могла поверить, что она не может определить, что девочка мужественна. Действие разворачивается в школе, где Лала ждет Юки, которая необычно опаздывает. Она предполагает, что он, возможно, заперся в ванной и пользуется каким-то гаджетом. Харуна входит и здоровается с Лалой. Внезапно, благодаря магнитной силе, Юки втягивается в комнату, не застегнув молнию на брюках. Харуна кричит, и я хочу дать ему пощечину. Когда девочка приближается к Юджи, идентифицированная как Рен, и обнимает его, Рен выражает, что скучает по Юке и ссылается на прошлый поцелуй между ними, пытаясь успокоить его. Поцелуй его еще раз. Юки пытается уклониться от этого. Появляется Саки и бросает вызов Лале, заявляя о своем намерении достойно побороться за Юки. Она предупреждает Лалу, что сделает Юки своей рабыне, если та не отступит. Пытаясь соблазнить Юки, Саки прерывается другой девушкой, которая предлагает сохранить контроль, так как еще раннее утро. Новоприбывшая представляется, как Кида Юи, сотрудник комитета по нравственности, заявляя, что она терпимо относится к их действиям, но больше не может игнорировать их поведение, поскольку оно сильно беспокоит общество. Моральный порядок в школе. Если их поведение не улучшится, Китауи заявляет, что примет меры самостоятельно, подчеркивая, что люди, независимо от классовых различий, несут ответственность за свои действия. На фоне всего этого Рен и Саки пытаются привлечь внимание Юки. Тида Юи приказывает им обратить на это внимание, но попытка Рена поцеловать Юки приводит к чиханию и превращению в мужчину. Лала делает комплимент внешности Рин, вызывая смущение. Пытаясь отвлечь внимание, Лала раздевается, что еще больше усложняет ситуацию. Тем временем Юи падает посреди общей суматохи. В классе Уи считает, что Юки первопричина всего, и его окружают сексуальная похоть, позор, нечистые отношения и запретная любовь, все возможные безнравственные поступки. Вещь. Эта вера вводит в заблуждение большое количество учениц, заставляя их становиться извращенцами и, несомненно, отдаляться от общественной моральной нормы. Уи считает, что именно мальчики всегда были ни на что не годны, отчего у Юки мурашки бегут по спине, когда она идет по аллее. Уи полна решимости защитить моральный порядок в школе от демонических рук Юки. Консультируя комитет, Уи предупреждает, что если так будет продолжаться и дальше, имидж школы рухнет, и это попытка возродить правила и вернуть звуки школьной жизни. Пожалуйста, проголосуйте за утверждение законопроекта о новом законе об общественной морали. Пришло время стремиться к порядку и стабильности. Пока она излагает моральный кодекс, проводится тщательная проверка безопасности. Правила гласят, что нельзя вступать в непристойные отношения с противоположным полом. Они внимательно следят за одеждой, не подходящей для студентов, и все, что не связано с их учебой, приведет к отстранению от занятий. Отныне все должны придерживаться этих правил. Когда студентов спрашивают, что значит держаться поближе, они задаются вопросом, относится ли это к хорошему поведению студентов. Она спрашивает, сколько лет назад девочки носили такую одежду. Уола замечает, что все выглядят довольно подавленными. В ответ они объясняют, что одежда и проверки всего на ней сводят их с ума. Внезапно эти вещи начинают раздражать. Девочка упоминает, что короткие юбки облегчают жизнь, и это побуждает Лоу посоветовать всем оставить это на ее усмотрение. Лала достает универсальный инструмент и создает значок, призывая всех попробовать его. Входит Юи и просит не затрагивать посторонние темы. Лала просит вернуть значок, а Юи советует не обращаться к ней по имени и не приносить что-то подобное. Когда она активирует значок и одежда Юи полностью становится короче, Лала объясняет, что использование значка может укоротить их униформу. Девочка молится, не зная, как это работает, но отмечает, что зарубежная наука быстро развивается. Юи смущается, и ее привлекает один из значков, который тянет ее вниз. Юки направляется к Юи, но натыкается на нее, что приводит к извращенному инциденту. Юи дает Юки пощечину. В изоляторе Юки грозит двухнедельное отстранение от занятий и запрет на общение с девочками, что приводит Юи в отчаяние. Лала выражает беспокойство за Юки, и даже Харуна беспокоится о нем. Юи, однако, считает, что Юки получает по заслугам и рад, что директор все понял. Наказание шокирует класс, а ученики удивлены его суровостью. Лала считает наказание скучным, в то время как Сакураема видит в нем возможность сблизиться с ней. Юки, чувствуя, что его положение ухудшилось, наблюдает, как ученики пытаются флиртовать с Лалой, заставляя его ревновать. Хьюи считает, что наказание Юки восстановило школьную мораль. Саки, появившись в купальнике, просит Лалу уладить все за всех. Лала вешает значок на Харуна, в результате чего Рин падает в ведро с водой и трансформируется. Ученики, находящиеся поблизости, очарованы этим зрелищем. Юи задается вопросом, действительно ли Юки была причиной всего этого. Юки ходит по классу с табличкой, на которой написано, что он не может разговаривать с девочками. А Юки следует за ним, размышляя о своих странных чувствах по поводу того, что другие балуют Лалу. Юи наблюдает за депрессией Юки и чувствует ответственность. В классе Лала интересуется, куда делась Юки, а Сакураема рассказывает, что он уже ушел домой, выглядя подавленным. Лала вынашивает план, шокирующий окружающих. Юки решает пойти в кино, а Юи следует за ним. Во время просмотра романтического фильма Юки проливает слезы, впечатляя Юи, но к ее удивлению он думает о Харуне. На улице Юки помогает пожилой даме и проявляет доброту в обществе. Юки наблюдает, как появляется маленькая потерявшаяся девочка. Юки пытается найти свою мать, а Юи предлагает помочь найти родителей ребенка. В кафе Лала объясняет, что это не вечеринка, а мероприятие для поднятия настроения Юки. Ей неприятно видеть его подавленным, и она хочет поднять ему настроение. Несмотря на запрет разговаривать с девочками вне школы, Лала настаивает, что они не могут оставить его одного и должны сделать все возможное, чтобы поднять ему настроение. Харуна соглашается, и все признают силу Лалы. Заки спрашивает, не стоит ли им позвать Юки, и она достает магнит, чтобы притянуть его к себе. Юки нашла родителей ребенка, и при виде Юки у нее начинает покалывать в груди. Они едут по дороге, и Юи спрашивает Юки, не неправильно ли она его поняла. Она считала его хулиганом, аморальным, позорным и кокетливым, но на самом деле он чист и честен. Она думает, что он может быть по-настоящему добрым. Это сильно смущает Юки, и она подходит к нему, извиняясь. Она объясняет, что просила директора наказать его, запретив ему общаться с девочками, но теперь понимает и поговорит с директором, чтобы его наказание было отменено. Она забирает с собой доску, так как его привлекает устройство Лалы, которым он является, и он бежит к Лале, неся с собой Юи. Они доходят до ресторана, и он падает на нее, что приводит к извращенному инциденту с Юи. Лала спрашивает, подружился ли он с ней. На следующий день в школе Лала и Юки здороваются с Юи, когда случайно натыкаются друг на друга. У Лалы произошел извращенный инцидент с Юки, из-за которого он смутился. Он задается вопросом, что происходит, поскольку видит Юи насквозь, которая кричит, что аморальные отношения не будут прощены. Юки заставляют носить маску зверя, который поет на доске. Сцена началась в лесу, когда Барматун упал рядом с шалашом, и девушка вышла, увидев выходящего человека из пламени. Она хотела, чтобы он остановился, когда мужчина огляделся и спросил, не Япония ли это, на что девушка ответила, что если он собирается, когда я искал Японию, она была далеко в той стороне. Он разбился в неположенном месте. Этот мужчина появился перед ней и сказал, что она прекрасно, поцеловав ее в лоб. Ей это польстило, и мужчина отошел в сторону. Девочка спросила, кто это был, когда Юки и Лала шли по аллее. Юки чихала снова и снова. Лала спросила, в чем дело, на что он ответил, что понятия не имеет. Когда к ним быстро подошел мужчина, Юки спросила, в чем дело, и Лала объяснила, что им нужно уходить. Мужчина приземлился на военном корабле, и офицеры приказали им двигаться. Столкнувшись с находящимися поблизости солдатами, стрелявшими в него, он быстро уклонился от выстрелов. Внутри школы Юки снова чихнула, заподозрила лихорадку и подумывала о посещении лазарета. Заметив отсутствие учителя, решил остаться в классе. Лала настояла на том, чтобы он остался на месте, утверждая, что ему не здоровится. Юки, возражая против отсутствия учителя, усомнился в намерениях Лалы. В ответ Лала велела Питу переодеться в костюм врача. Она заявила о необходимости обследования и попросила Юки лечь на кровать. Во время этого игривого обмена репликами вошла учительница и шутливо предложила поиграть в доктора. Юки объяснил, что у него небольшой жар, а Лала объяснила, что измеряла ему температуру в отсутствии учителя. Учительница согласилась с шутливым замечанием Лалы об измерении температуры с помощью лба. Перенеся сцену в класс, Лала выразила облегчение по поводу того, что температура Юки спала. Сакурия Мора спрашивала о лазарете, подчеркивая привлекательность школьной медсестры, Микита Сенсея, который оставался загадкой. В лазарете Микадо ухаживал за поврежденным пальцем директора. Директор, намекая на романтические намерения, признал популярность Микадо, но получил легкий отпор. Когда таинственный человек приземлился на Луне и снова направился к Земле, чихнула. Бала усомнился в причине, учитывая, что распорядок дня Юки не изменился. Мужчина приземлился неподалеку, что побудило Элла списать это на обычный метеорит и настаивать на том, чтобы они улетели. Мужчина умолял их остановиться, фамильярно обращаясь к Лале. Лала, не зная, кто он такой, спросила, кто он такой. Мужчина выразил удивление по поводу того, что его забыли, и Юки отметила, что забыть его будет непросто. Лала спросила, не Рокет Леон Кун из Карары, исправившись на пикере, который извинился, объяснив схожий стиль одежды среди жителей Карары. Он поинтересовался помолвкой Лалы, выразив недоверие. Разгневанная Лала усомнилась в очевидной непривлекательности Юки. Пикари защищал великолепие своего хрустального ракетного костюма, подчеркивая технологическую неполноценность Земли. Юки, скептически относившаяся к намерениям Пикари, подвергла сомнению действия Лалы. Лала, знакомая с внезапными исчезновениями Пикари, предложила им вернуться домой, но Пикки спустился с неба, полной решимости спасти Юки от самого себя. Лала столкнула Юки вниз, и та упала в море. Лала спросила Пикари, что он пытался сделать. А Пикари поинтересовался, чего добивалась Лала, обручаясь с кем-то вроде Юки. Он настаивал на том, что он был идеальной парой для нее. Лала сказала, что они определенно не были помолвлены с Пикки. Но Пик выразила сомнение, спросив, уверена ли она, что он тоже чуть не заключил с ним помолвку. Лала заверила Пая, что это не так, и сказала Пикари, чтобы он не волновался. Пикари забрал Лалу, заявив, что она просто не уверена в себе, и попрощался с этим миром, когда они возвращались на его планету на ракете. Когда он стартовал, Лала повредила костюмы Пикари, что привело к повреждению его костюма. Он понял, что система управления не реагирует, и его костюм взбесился в небе. Лала пыталась найти Юки в этом хаосе. Пикари случайно разбился ночью в лесу. Он шел по дороге, и у него возникли проблемы с костюмом, когда он двигался по аллее. Он подумал, что эта штука не работает, и вспомнил о своей семье, задаваясь вопросом, что же ему делать. Он вспомнил, как его мать спросила, куда он собирается, и он ответил, что встретится с Лалой и сделает ей предложение. Его мать спросила, не является ли Земля нецивилизованной планетой, на что Пикари заверил, что все в порядке, пока у него есть ракетный костюм. Его отец посоветовал ему не делать ничего, с чем он не смог бы справиться, и возвращаться домой, если что-то случится, подчеркнув, что это его родной мир и страна. Придирчивый попрощайся с ними. Когда он встретил Рена и других, Рен спросил, не Карен ли он. Придирчивый спросил, узнал ли его Рен, отметив, что это должно быть означает, что он не был неземным существом. Рен представился как автор мемуаров Сион, который случайно оказался в этом районе. Придирчивый поклонился и попросил Рикетиум, чтобы починить его костюм. У Рена, к сожалению, в данный момент его не было. Проходивший мимо мужчина предложил свою помощь, и Придирчивый почувствовал облегчение. Тем временем в доме Юки Юки почувствовала себя плохо. Лала спросила, чувствует ли он себя лучше, и Юки объяснил, что на него обрушился мощный удар, и он скатился с холма. Лала дразнила его, говоря, что его спас ангел, но Юки понял, что это был демон с черными крыльями. Вала посчитал это ошибкой. И когда Пикари уже собирался приземлиться, Вала снова появилась в небе, чтобы помочь ему. Пикари снова приземлился в том же лесу, шел по дороге, и ему было тяжело, он вспомнил о своей семье и братьях, вспомнил их просьбу жениться на принцессе Даву. Они заверили его, что справятся с любой проблемой, и попросили его вернуться домой, если понадобится. Пикари встретил Застина, который сказал ему, что он похоже ранен, и указал, как пройти в подвал. Пикари нашел больницу и был удивлен ее присутствием. Войдя внутрь, он столкнулся с Микадо, который предложил помочь починить его поврежденный костюм. Пикари обрадовался и почувствовал облегчение, почувствовав себя спасенным. На следующий день Юки все еще чувствовала себя не лучше, и Лала предложила сходить в лазарет. Они обнаружили, что Микадо там еще не было. Лала надела костюм медсестры и попросила Юки лечь на кровать, чтобы проверить температуру. Появился Гекори и предложил Лале пойти с ним. Он выпустил луч Рома, в результате чего Лалу упала в обморок. Пикари ударил Юки Рокитиамом и забрал Лалу с собой, попрощавшись с Юки. Юки усомнился в намерениях Пики, но появилась Микадо и легко победила его, показав, что она знает истинную личность Лалы, и отправила Пики в ракете на старт. Микадо объяснила, что ее работа заключается в оказании медицинской помощи всевозможным инопланетянам, живущим на Земле, и Юки спросила, является ли она инопланетянкой. Тоже инопланетянин. Когда ракета упала на планету Пикари, он заявил, что он дома. Его отец приветствовал его, сказав, что это его страна. Когда Юки увидел, как Харуна переодевается, он извинился за то, что вернулся зачем-то, объяснив, что кое-что оставил, но нашел ее здесь. Он настаивал на том, что пришел сюда не специально, чтобы подглядывать. Харуна разделась, обняла Юки и сказала ему, что ей неловко, когда ее видят в таком виде, обвиняя его. Юки извинилась, и Харуна предложила ему взять на себя ответственность, попросив поцеловать ее. Когда они приблизились друг к другу, Юки заметила, что он целует свою подушку, и проснулась, поняв, что это был сон. Он увидел Лалу в своей комнате и упал. Сцена переместилась в парк, где Юки размышлял о ежедневной стимуляции, которую он испытывал каждое утро. Он заметил рядом с собой Застину и пожилую даму, и понял, что оба они инопланетяне. Задаваясь вопросом, куда они направляются, Юки последовал за ними, думая, что они, возможно, направляются к своему дому. Бабушка-инопланетянка предложила Застину подарок, но он отказался, заявив, что в этом нет необходимости. Инопланетянка настояла на своем, сказав, что это был самый популярный идентификатор во Вселенной. Юки задалась вопросом, кого инопланетянка может встретить в доме Лалы, и подслушала разговор о том, в каких условиях живет Лала. В доме Юки Лала спросила, где Юки, и Макин ответил, что рано или поздно вернется. Они услышали какой-то звук, и Лала предположила, что Юки, возможно, вернулся. Макин сообщил им, что у Лалы был гость, и прилетел инопланетянин, который выразил ностальгию по поводу сумки, которая навеяла воспоминания. Инопланетянин представился председателем фан-клуба Лалы и объяснил свою роль в организации встреч с фанатами и поддержки Лалы. Вошла Юки и спросила, кто она такая, и Лала предложила позавтракать вместе. Инопланетянка представилась председателем фан-клуба Лалы и организатором встречи в поддержку фанатов. Макин поинтересовался, почему она там оказалась, и инопланетянка рассказала, что она контролировала деятельность фанатов и защищала Лалу от различных фанатов. Она рассказала, что Стелла, которая когда-то была одной из самых больших поклонниц Лалы, теперь стала председателем совета директоров из-за инцидента, когда она пыталась кого-то остановить. Стелла призналась в своей любви к Лале тогда и сейчас. И Лала объяснила, что Стелла была инопланетянкой, которая была ее самой большой поклонницей. Поскольку Стелла сказала, что сейчас лучшее время для ее холостого дебюта, и она должна улететь вместе с ней, на что Лала сказала, что не хочет лететь, так как она находится на земле со своим женихом, что сильно шокирует ее. Стеллу по мере того, как она затвердевает. Как сказала Мекан, она затвердевает, а Лала сообщает, что она инопланетянка, которая затвердевает, когда ее шокируют, но в конце концов вернется обратно. Они решили позавтракать вместе, пока Юки смотрела телевизор. Пока Лала купалась, Юки смотрела уникальный мультфильм. Внезапно Стелла пришла в норму и набросилась на Юки, спрашивая, как он стал женихом Лалы без ее разрешения. Стелла представляла фан-клуб, и она заметила, что Юки кричит, хотя никто не держит его за шею. Юки крикнула Лале, чтобы она оделась, и когда Лала уходила, Стелла предупредила, что Лала будет недовольна, если она это сделает. Юки заверила инопланетянина, что все понимает, но она утверждала, что Юки действительно разозлил ее, и она снова попыталась его задушить. Лала вернулась, и инопланетянин попытался изобразить невинность. Юки снова попросила Лалу надеть одежду, но Стелла настояла на том, что ей придется взять на себя ответственность. Сцена переместилась на рынок, где Юки усомнился в просьбе Стеллы помочь ему найти симпатичных девушек. Стелла объяснила, что помимо управления фан-клубом Лалы, она также работала в сфере общественных развлечений, управляя различными знаменитостями Universal. Она приехала забрать Лалу на ее дебют, обвинив Юки в расходах и настаивая, чтобы он взял ответственность на себя. Юки вспомнила, как ей снился этот сценарий, и подумала, что ситуация стала отвратительной. Стелла уговаривала Юки познакомить ее с некоторыми людьми, но Юки сомневалась, поверят ли люди, что они станут всеобщей знаменитостью. Стелла предложила поискать таланты, но они столкнулись с отказом, поскольку девочки считались слишком взрослыми или проблемными. Юки предложила использовать каменный манекен, и Стелла решила искать таланты на отдаленных планетах. Стелла почувствовала запах золотого яйца и побежала к многоквартирному дому, узнав в нем дом Харуны. Юки пытался помешать Стелле приставать к Харуне, но та дала ему пощечину, чтобы он ушел. Стелла пыталась поймать Харуну с помощью подъемного крана, но Юки вмешалась и спасла ее. Харуна снова ударила Юки и убежала. Стелла подумывала о том, чтобы забрать семью Харуны в открытый космос, но Юки предложила лучший способ. Сцена переместилась в дом Юки, где Лала предложила попросить Харуну о помощи. Микин сказал, что Харуна была занята с представителями класса и клубными мероприятиями. Юки предложила собрать заинтересованных людей и провести прослушивание. Стелла отказалась тратить деньги, а Юки назвала ее дешевкой и подразнивая. Стелла предложила устроить шоу брата и сестры, в котором они представляли, как поднимаются на вершину Млечного пути и покупают недвижимость. Однако у Стеллы зазвонил телефон, и ее подчиненный сообщил ей о проблемах с уклонением от уплаты налогов, что побудило ее улететь с Земли на другую планету. Лала предложила создать группу знаменитостей с одноклассниками, а Юки задумалась о сломанной крыше. Сцена начинается с того, что девочка спускается с неба, и когда на нее приземляется воробей, она замечает, какая мирная планета. Сцена переносится в дом Юки, где Застин и Лала приветствуют друг друга. Застин выплачивает Лале ежемесячное пособие, доставляя ей удовольствие. Он советует ей не тратить его впустую, в то время как Микан спрашивает, почему они беспокоятся. Микан подает им чай, а Застин расспрашивает Юки. Микан упоминает, что Юки ушла за покупками, и Лала выражает намерение присоединиться к нему. Застин предупреждает ее, чтобы она больше не тратила деньги впустую, а Лала настаивает, что на этот раз все по-другому. Микан спрашивает, кто пойдет. Сцена переносится в торговый центр, где Юки встречает Харуна. Они решают вместе пройтись по магазинам и, закончив, слышат, как приближаются друзья Харуна. Харуна приглашает Юки присоединиться к ним, но он отказывается, ссылаясь на то, что ему нужно еще пройтись по магазинам. Харуна прощается с ним. Вернувшись домой, Лала и Застин играют своими телами в камень, ножницы, бумагу. Макин предлагает им обоим пройтись по магазинам. Юки продолжает ходить по магазинам, думая, что у него есть все необходимое. Он останавливается у блюда такояки, где встречает странную девушку. Юки предлагает ей такояки, и они обсуждают земную пищу. Девочка рассказывает, что наблюдала за Юки, и обнажает свой меч, пытаясь напасть на него. Юки убегает и уворачивается, понимая, что она наемный убийца. В дело вмешивается Застин, который представляется как член команды Devil Look Yours Dispatch. Ассасин по имени Золотая тьма говорит, что ее наняли для устранения Юки. Они вступают в бой. Появляется Лала и расспрашивает Юки, которая объясняет ситуацию. Микаду советует не вмешиваться, но Юки настаивает на том, чтобы остановить убийцу. Застин умело сражается, но падает в сточную канаву. Золотая тьма нацелилась на Юки, и Лала охотно вызвалась стать ее соперницей. Юки проясняет недоразумение и соглашается драться, если это необходимо. Убийца предупреждает Лалу, что она не умеет быть нежной. Они готовятся к схватке, нападая друг на друга. Юки и Лала случайно заходят в женскую баню, вызывая переполох. Когда Лала успокаивается и упоминает, что может менять свое тело по своему желанию, Юки перебивает ее, говоря, что сейчас не время удивляться. Лала достает устройство под названием лончи и направляет его на убийцу. Однако убийца легко уклоняется, и пуля попадает в Юки сзади. Убийца замечает, что такие атаки никогда не заденут ее. Лала предлагает использовать оружие-ловушка, чтобы отвлечь убийцу с помощью директора-извращенца. Однако убийца вырубает игрушку и спрашивает, почему Лала защищает Юки, заявляя, что он представляет угрозу, планирующую захватить Девилук. Лала защищает Юки, утверждая, что он не злодей. Юки выходит на сцену, выражая недовольство тем, что с ним постоянно происходят подобные вещи. Убийца признает, что Юки может быть другой, но как только поступает просьба, она выполняет ее. Она представляется, как золотая тьма. Уолла утверждает, что это неправильно, но убийца объясняет, что она выполняет просьбы независимо от личных чувств. Лала пытается понять, какую жестокость и одиночество испытала золотая тьма. Юки замечает ее темные глаза, и Лала соглашается, что она многого не знает. Внезапно приближается космический корабль и появляется инопланетянин по имени Лакоспа. Юки спрашивает, кто он такой, и разгневанный Лакоспа приказывает золотой тьме убить его, утверждая, что Юки встал между ним и Лалой. Лала спрашивает, не он ли нанял убийцу, и Лакоспа признается в своих намерениях жениться на ней. Лала отказывается, называя его худшим из всех, кто нанял убийцу, чтобы убить Юки. Золотая тьма также выражает недовольство, предоставленной неточной информацией. В ярости Лакпа выпускает гигантскую жабу из своего космического корабля. Уолла идентифицирует ее как Ирок Гема, своего естественного врага. Ликоспа приказывает жабе атаковать золотую тьму, и ее слизь испаряет ее одежду. Уолла вмешивается, чтобы защитить ее, что приводит к конфронтации. Лакоспа настаивает, чтобы золотая тьма разделась, но она отказывается. Вмешивается Юки, прижимает Лакоспа к себе и затевает потасовку. Лала вышвыривает Лакоспа из галактики, объявляя его возмутительным парнем, который кичится деньгами. Золотая тьма признает силу Лалы. Лала объясняет, что она защищала золотую тьму, потому что Лакоспа был виноват. И она не может простить никого, кто совершает жестокие поступки по отношению к таким милым девушкам, как она. Ями, смущенная, упоминает, что это первый раз, когда кто-то говорит ей что-то подобное. Юки спрашивает, почему он называет ее Ями, и Лала объясняет, что ее зовут Золотая тьма. Юки признает, что не знает ее настоящего имени, но Ями отвергает важность имен, заявляя, что ей это неинтересно. Юки упоминает, что Лакоспа больше нет, и Ями должна перестать преследовать его и вернуться в космос. Ями обдумывает это, но объясняет, что после того, как она устроилась на работу, ее правила запрещают ей убегать. Она сообщает Юки, что останется на земле до тех пор, пока не избавится от него. Лала считает, что отныне им следует ладить. Тем временем вдалеке виден застин, полностью залитый водой из сточной канавы. Начинается школьный фестиваль, и Юки говорит Лале, что он хорошо выглядит, объясняя это спортивным праздником. Юки воображает, что занимает первое место, но на самом деле он случайно задирает юбку Харуна, в результате чего получает удар ногой. Собираются спортсмены, Исаки приносит клятву спортсменке, объявляя себя красавицей номер один. Она бросает вызов Лале в битве красоты и молодости. Директор школы проводит разминку, но из-за его странного поведения ученики бросают в него разные предметы. Начинается мальчишеская гонка мусорщиков, и Сакуриема предсказывает, что победителем станет Моти Митсу, АЭС бейсбольного клуба. Рен решает посоревноваться, чтобы выиграть Лалу у Юки, что приводит к дуэли. Моти Митсу хватает листок, указывающий на сердце настоящего влюбленного, и приближается к Лале, но она отвергает его. Юки рисует листок, требующий, чтобы он побежал к Харуна с только что снятыми единственными девочками Блумера. Уолла предоставляет устройство для поиска человека, заставляя Юки бежать к Харуна, что приводит к извращенному инциденту. Харуна дает Юки пощечину, а Микадо-сенсей ухаживает за ним. Саки объявляет о забеге девочки и начинается ссора. Сакирама представляет любовь как препятствие, в виде родителей. Саки сталкивается с полицейским препятствием, связанным с криминальным прошлым ее отца. Препятствием для Лалы является связь с человеком, у которого нет денег. Саки дисквалифицировали, но Лала преодолела это препятствие и выиграла гонку. Следующим соревнованием будет смешанная эстафета, в которой Микадо-сенсей заменит директор школы. Саки планирует продемонстрировать свои навыки, но понимает, что Лала в ней не участвует. Юки, передавая эстафету Харуна, чувствует себя неловко. Спортсменка Кокола продолжает лидировать, но обнаруживает, что следующим бегуном стал Рен, который отправился за легендарным мечом для забега мусорщиков. Юки не может поверить в решение Рена. Поскольку Саки думает, что победа будет за ними, а Кокова задается вопросом, что им следует делать, Сакураема объявляет, что похоже, красная команда внезапно потеряла свое место. В ходе Трен, говоря, что он будет бежать до конца, и объявляет, что он даже принес легендарный меч из самого сурового в мире. Он достает Жезл, чтобы бежать, двигается молниеносно, и Юки подбадривает его, но у него проблемы с замедлением. Он едва успевает остановиться, и Жезл падает на землю школы. Школа разделена на две части. Харуна приходит, чтобы спасти его, но Юки случайно касается ее груди, и Харуна дает ему пощечину. Смешанная эстафета отменяется из-за того, что земля раскалывается, и им приходится ждать начала рыцарского боя. Директор говорит, что лично он считает, что бюстгальтеры должны быть более прозрачными, когда учеников переносят на носилках. Заходят две девочки и спрашивают Юки, почему он так подавлен, на что Юки отвечает, что собирается в путешествие. Одна из девочек говорит, что еще важнее то, что Танака, который должен участвовать в рыцарском сражении, был ранен и должен присоединиться к команде Корно. Это очень удивило Юки. Вот-вот состоится смешанный рыцарский бой. И Юки считает, что это действительно неловко, поскольку он готов поспорить, что Харуна действительно злится на него. Сакураема спрашивает, не завидуют ли они мальчикам, которые могут участвовать в этом мероприятии, на что директор отвечает, что хотел бы им врезать. Их прерывает странный шум, и Рен спрашивает, откуда исходит этот звук. Это бассейн, построенный группой Тэнцзянь, который быстро наполняется водой. Саки говорит, что их последняя битва состоится в этом специальном бассейне, и Сакураема спрашивает, могут ли они это сделать. Директор школы говорит, что купальники самые лучшие, и это правило было утверждено. Так как бой вот-вот начнется, спортивный праздник посвящен тому, чтобы купальники непосредственно соприкасались с кожей Харуны. Юки не может не смутиться, когда Харуна говорит, давай сделаем все, что в наших силах. Сигнал подается, когда Рен и Лала катаются друг с другом, и они говорят, что им следует быть осторожными, так как Лала сверху, так что все будет хорошо. Саки заходит, чтобы активировать машину, которая просматривает всех девушек. Было объявлено, что они используют какой-то летающий инструмент. Это грязно, но они благодарны за это. Директор школы говорит, что лично он считает, что на эту сцену стоит посмотреть, поскольку это блестящее творение группы Тэнджуин. Специальный веер для раскроя купальников для агентства обороны. Резаки для купальников предназначены исключительно для того, чтобы разрезать купальники, и после того, как они будут разрезаны, им придется прикрывать свое тело обеими руками. Что сделает их беспомощными? Рен чихает и превращается в девочку, а Лала совершенно голая, но Пики сменила свой костюм. Саки говорит, что в таком случае ей придется привлечь к себе больше поклонников, так как у всех студентов купальники обрезаны. Подчиненный Саки говорит, что если произойдет что-то еще, у них будут неприятности. Саки говорит, что ей все равно, потому что она хочет победить. Летающие инструменты вылетают со стадиона, а Юки говорит, что с такой скоростью они смогут продержаться до конца. Нож разрезает купальник Харуны, и она теряет сознание. Юки поднимает ее и бежит через бассейн. Лала отвлекается на это, когда Саки пытается сорвать с нее шапочку, но вместо этого летающий инструмент разрезает ее купальник. Лала забирает свою шапочку, и в битве за рыцарство на воде побеждает очаровательная Лала в красной футболке. Саки не может в это поверить, так как Саки говорит, что это еще не конец, так как главный козырь группы Тензюин, большой мяч, еще не раскрыт. В лазарете Харуна просыпается, и Юки рада, что она проснулась. Она упала в обморок прямо посреди рыцарской битвы. Харуна спрашивает, не он ли нес ее на руках, на что Юки отвечает, что лучшего шанса, чем этот он и желать не мог. Юки говорит, что сегодня он снова и снова просит прощения, на что Харуна отвечает, что ей не о чем беспокоиться. Юки слышит сильный шум снаружи, когда его разбивает волной. Он вот-вот упадет на Харуна, когда он падает на нее, и они оба смущаются, пока Лала машет им, говоря, что она выиграла рыцарский поединок. Сцена начинается с того, что группа космических кораблей выходит в открытый космос и сбивает несколько ракет на планете. Происходит масштабная битва между Титанами и космическими кораблями, где космические корабли сражаются с Титаном, один из Титанов излучает свет и появляется человек. Другой Титан спрашивает, намерен ли он сражаться с ними в одиночку, на что человек называет себя членом племени воинов Камаранга. Этот человек называет себя гидом Люцианом, верховным правителем вселенной. Титан не верит своим глазам, и когда свет проходит через планету, он устремляется в космос. Сцена переходит в школу, где Юки размышляет о своих мыслях, мечтая о том, чтобы дни продолжались так, как они есть. Он встречает Харуну, и их разговор прерывают Саки и другие. Входит Лала и создает хаос, раздевая всех подряд. Юки просыпается рядом с обнаженной Лалой и просит ее одеться. За столом для завтрака их ждут Микадо и Застон. Юки сомневается в присутствии Застона, и Застин с юмором объясняет, что он здесь не только ради риса. Макен шутливо смущает Застона, снимая рис с его щеки и поедая его. Юки спрашивает о цели Застона и ведет их в сад. Застон раскрывает правду. Он был на космическом корабле и получил срочное сообщение от дьявола Люка Кинга. По горячей линии король спрашивает о ситуации на Земле, и Застин сообщает, что никаких отклонений от нормы нет. Король рассказывает, что завоевание Камеранга завершилось раньше, чем ожидалось, что побудило его посетить Камеранга, поскольку он еще не встречался с земным женихом своей дочери. Несмотря на совет Застона не делать этого, король настаивает на личные оценки Юки, подчеркивая важность сохранения тайны для проверки Юки, как будущего мужа Лалы. Юки соглашается, и по мере того, как сцена меняется, Лала проявляет привязанность к Юки по дороге в школу. Юки размышляет об отце Лалы, представляя различные сценарии и чувствуя страх. Когда Лала спрашивает о его беспокойстве, Юки отмахивается от этого, как от пустяка. Они знакомятся с Хоруной, и Юки считает ее милой, как всегда. Сцена переносится в классную комнату, где Юки размышляет о недавних изменениях в хаосе с тех пор, как появилась Лала. Он решает посвятить все свое сердце нравственной жизни. Сцена снова меняется, когда появляется Саки, чтобы противостоять Лале и заставить ее взять на себя ответственность за свои действия. Саки заявляет, что заберет Юки у Лалы. Юки спрашивает, в чем дело, и Саки настаивает, что сопротивление бесполезно. Юи вмешивается, заявляя, что они не могут нарушать школьные законы. Сообщник Саки связывает Юи узлом в стиле Ачи. Другая девочка указывает на ошибочную цель, и Юки пытается развязать узлы, но они сильно затягиваются. В разгар этого инцидента Саки раскрывает свою безжалостную натуру, выражая готовность пожертвовать другими, чтобы выжить. Юки просит ее развязать узлы, а Юи умоляет его поторопиться. Юки удивляется, почему узлы такие тугие. Кажется, что ты описываешь историю с участием Саки, Юки и Юи, где они оказываются в сложной ситуации, связанной с узлами. Саки упоминает древний стиль завязывания узлов Ачихи, который затягивается тем сильнее, чем больше человек борется. Входит девочка, которая поняла, что ошиблась целью. Юки пытается развязать узлы, но они затягиваются все туже. Саки в разгар этого инцидента упоминает о готовности пожертвовать кем-то ради выживания. Из-за их поведения она решает отпустить их. Юки просит Саки развязать узлы и ставит под сомнение их присутствие. Юки со слезами на глазах уговаривает Юки поторопиться, в то время как Юки удивляется, насколько туго затянуты узлы. В этом хаосе ученики, находящиеся поблизости, удивлены. Вмешивается Лала, утверждая, что у нее есть кое-что на случае подобных ситуаций. Когда Цезарь Гаджет быстро срезает с девочки всю одежду, что приводит к очередному извращенному инциденту, Юки пытается прикрыть ее, но девочка настаивает, чтобы он отпустил ее. Хотя Юки боится, что все увидят ее обнаженной. Харнуол заходит сзади, протягивает девочке куртку, и она спрашивает, все ли в порядке. Кокова чувствует облегчение, а зрители наблюдают за происходящим. Пока Юки размышляет о неприятностях, на него внезапно нападают. Все погружается в кромешную тьму, и он оказывается в юбке. Охваченный паникой, он умоляет человека, стоящего перед ним, Рена ничего не говорить. Сзади появляется золотистая тьма, подчеркивая важность бдительности и предупреждая Юки не забывать, что она преследует его. Когда Юки спрашивает, почему она в школе, она отвечает, что Юки ее цель, а школа идеальное место для ее миссии. Юки смущается, когда Рен указывает на то, что ее трусики демонстрируют очень смущающую золотистую темноту. Она сбивает Юки с ног, говоря ему, чтобы его не убивал никто, кроме нее. Прощаясь, Юки задается вопросом, почему он всегда попадает в странные ситуации. Пока загадочная женщина продолжает наблюдать за разворачивающимися событиями, сцена переносится в сад, где Юки помогает Харуне. Харуна извиняется за то, что сопровождает его, но Юки успокаивает ее и чувствует, что ему повезло остаться с ней наедине. Размышляя о хаосе этого дня с момента приезда Лалы и возникших в результате неприятностей для Харуны, Юки выражает свою благодарность за время, проведенное с ней. Во время искреннего признания Харуне в саду, неожиданное объявление нарушает момент, призывая класс Юки Рита собраться на крыше. Сбитый с толку целью встречи, Юки прибывает, чтобы найти Микадо и таинственную женщину, создавая неловкую атмосферу. Женщина, пытающаяся соблазнить Юки фотографиями, терпит неудачу в своей попытке. Обеспокоенный Юки проверяет, как у нее дела, но ее прерывает находящийся поблизости ребенок. Ребенок задает вопросы о приоритетах Юки и, предполагая, что ребенок потерялся, Юки спрашивает об их присутствии в школе. Ребенок, внимательно наблюдая за явным расстройством Юки, высказывает замечания, которые Юки не решается выслушать от такого юного человека. Пока ребенок продолжает говорить, Юки замечает историю, похожую на историю Лалы, что заставляет его спросить, не является ли этот ребенок младшим братом Лалы. В неожиданном откровении ребенок называет себя гидом Люцианом, королем Девиллу. Потрясенный этим открытием, Юки пытается объяснить, что его действия не были преднамеренными. Король, разочарованный ощущаемой никчемностью и нерешительностью Юки, выдвигает угрожающий ультиматум, хватая его за шиворот. Выражая обеспокоенность по поводу потенциального вреда для Лалы и разрушения Земли, король предостерегает от причинения какого-либо вреда. Лала вмешивается и Юки падает в обморок. Придя в сознание, Юки осознает сомнение короля в своей ценности для Лалы и ультиматум стать человеком номер один во вселенной. Сцена переносится в дом Юки, где Застин и Микан обсуждают действия короля дьявола, показывая, что Юки с тех пор уединился в своей комнате. Возвращаюсь домой. Несмотря на огромное давление на судьбу мира, Застин предлагает дать Юке немного времени. Они могут признать заботу Лалы для Юки.